Покупай и продавай астральные бриллианты, а также другие игровые ценности на kyberlot.ru. Ссылка в описании. В первую очередь мы будем пинать чучела. Я сейчас пета отозвал, да, чучела. Оно не сопротивляется, поэтому на нем проще всего проверять урон, оно не умирает. По проникающему урону у меня 30% его вполне достаточно, то есть выше ставить нет смысла. Дар на проник нет смысла ставить, это пробивает чучела насквозь, скажем так. Пойдет по нему максимальный урон. Могучки у меня 37, выпил банку. Может быть она слетит, ну не слетит, я думаю, да. Вот. Крит не крит, это не имеет значения, то есть здесь все остальное в принципе не имеет значения. Ну там может быть бонус боевого преимущества, но какое боевое преимущество, если я сам. Хочется в первую очередь поговорить с вами о такой элементарной вещи, как дебаф. Многие не знают, что такое скобочки, или не понимают, что такое скобочки, что такое без скобочек урон. То есть я вам объясню, что урон в скобочках это обычный ваш урон. Урон без скобочек это урон с учетом дебафа цели. Смотрите, допустим, если я сейчас просто бью точным ударом цель, то урон идет без скобочек. Если я начну себя разгонять кинжалами, яростью, там, я не знаю, ежедневкой, то есть у меня настакался разрушитель, урон все равно идет без скобочек. Почему так? Потому что на цели, обратите внимание, на цели нет дебафов. Поэтому идет чистый мой урон. Даже если сейчас я поставлю дар на проникающий урон, урон не изменится. Ну, чтобы вам доказать, давайте я это сделаю. Проникающий урон. Бонус проникающего урона 77,6. Опять-таки бьем. Все, ротация, кроме дебафа. То есть чистый урон. Дебафов нету. Урон идет без скобочек. Как только я наношу мастерский удар. Мастерский удар, как мы прекрасно знаем, у всех берсерков он что делает? Почему это идеальное умение? Оно должно быть обязательное. Он дебафает цель на 10%. Смотрим. Наношу мастерский удар, наношу МБА. Что мы видим? Мы видим на 10% увеличенный урон. Можете взять калькулятор, посчитать. То есть у нас наш урон идет 74,580. Плюс 10% это, грубо говоря, 7450. Да, вот вам общий урон выходит. Точно так же, допустим, если мы призовем легионера. Почему в видео я говорил, что нужны петы, которые дебафают цель. Это очень важный аспект, ребят. Даже не те, что бафают вас. Не те, что вас килят. Те, что дебафают цель. Вот легионер. Легионер, он в последней свирепой атакой снижает оборону цели на 10%. Натравляем легионера на цель. Он начинает бить и ждем, пока появится дебаф. Как уже видим, да, он сразу же начинает бить после дебафа. Он начинает бить уже на 10% увеличенным уроном. Если я даже нанесу точный удар, один удар, как видим, он уже идет на 10% выше. Если я ударю НБАшкой, он идет на 10% выше. То есть 8-100. Прибавляем сюда 8-100. Должно быть, ну, почти 9-200, да. Но, если я опять-таки нанесу мастерский удар, и у нас вешается 2 дебафа. И после этого наношу НБА. Отозовем спутника, чтобы не мешал. Что мы здесь видим? НБА. 29-800. Грубо говоря, 30. 10% от 30 тысячи, это 3000. Здесь мы видим, грубо говоря, 6000. То есть, я благодаря мастерскому удару дебафнул цель на 10%, нанес на 10% больше урон. И благодаря Пету нанес еще на 10%. То есть, конечный урон вырос на 20%. К чему это все ведет? Это ведет к тому, что каждый дебафающий, скажем, скилл различных персонажей, будь то клирик, да, будь то танк, паладин, каждый пет, который дебафает цель, он разгоняет урон дамагеру. То есть, он конечный результат ваш увеличивает. Это к тому, что, допустим, у меня был такой яркий пример, когда на геройках бил черепаху и ударил я НБАшкой. И НБАшка вылетела 12,5 миллионов. Но, зайдя сюда, я увидел, что мой урон был 4 миллиона. То есть, благодаря тому, что цель задебафали, мой урон умножился не на, скажем, не на 30%, а увеличился на 300%. То есть, обращайте, пожалуйста, внимание на то, когда, особенно если вы дамагер и вы идете куда-то с саппортами, если у вас конечный результат, то есть, если у вас мало разгоняют, вы обращайте внимание на тех петов, с которыми бегают ваши саппорты. Обращайте внимание на тех петов, с которыми бегаете именно вы. Изначально даже такой элементарный пример, как ваш спутник, вам повысит урон на 10%. Общий урон. Это в примере, допустим, если вы за данж, тот же Эш, вы набили 200 миллионов, ваш спутник даст вам дополнительно 20 миллионов урона. Ваш мастерский удар увеличит еще вашу НБАху на 10%. Если вы не будете бить мастерским ударом перед использованием НБА, если вы не будете бить мастерским ударом перед использованием кинжалов, вы теряете 10% урона от вот этих двух скиллов боевых. И запомните одно, что НБА, грубо говоря, вместе с кинжалами, НБА занимает где-то долю 30-35% урона. Будем брать Эш, да? И кинжалы 10-15%. То есть, грубо говоря, от 40 до 50% урона общего вашего наносят два этих умения. Которые, кстати, вы наносите под увеличенным уроном, под той же армией, под тем же ударом командира и прочими бафами. И если вы, то есть это 40-50% урона, если вы набиваете на Эши 200 миллионов, 200 миллионов, из этих 200 миллионов, 100 миллионов, это эти два скилла. И из этих 100 миллионов, то есть нужно, если вы не нажали просто под них ни разу мастерский удар, вы дополнительно еще потеряли урон. То есть, вы должны все эти бафы все учитывать. Если у вас нет пиета, отозвался. Это все элементарные примеры, ребят. Я здесь полностью не понимаю эту физику игры, но я вам могу показать только хотя бы на таком ярком примере. Вы копайте сами, ищите что-то. Если вы знаете еще какие-то дополнительные нюансы, то, пожалуйста, пишите комментарии под видео. Если вы считаете, что это видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и приходите на воскресные стримы. Спасибо за внимание. Всем пока.